Итак, мы продолжаем наш разговор о матче сборной России и национальной команды Кипра, где наш коллектив добился победы с крупным счетом 6-0. Я бы даже сказал, немножко неприличным счетом. И вот после этого мне, конечно, стало интересно, а что там пишут кипрские фанаты? Перед матчем ведь они там рассчитывали на ничейку, а может даже на победу. Говорили, что мы на выезде хорошо с русскими играем. Ну, видимо, вспоминали, как в 2019 году, ну, можно сказать, дали нам бой. И мы тогда, в 2019-м, дома выиграли у Кипра только со счетом 1-0. Вот здесь фанаты из этой страны, из Кипра, рассчитывали на повторение истории, на то, что снова удастся дать настоящую битву нашей сборной, но не сложилось. Победа 6-0, победа убедительная. Да, в первом тайме были проблемки, но во втором игра шла, что называется, в одну калитку. Ну и вот на фоне всего этого я решил зайти на официальный фейсбук сборной Кипра по футболу, в официальные соцсети этой команды и собрал тут самые интересные комментарии болельщиков из Кипра касательно данной встречи. Ну и сейчас, понятное дело, зачитаю вам перевод этих мнений для нашего общего ознакомления. Поехали! Но сперва хотелось бы напомнить вам, что наш спонсор, компания Балтбет, продолжает специальную акцию для подписчиков моего канала. Если вы пройдете по ссылочке в описании и зарегистрируетесь на сайте Балтбет, а также введете промокод 2021, Калуцкий, который также указан в описании к этому ролику, то вы получите бонус – три бесплатные ставки. Так что дерзайте, ребят, это ваш шанс заработать деньги, ничем не рискуя. Александрос Георгалис написал «Что произошло во втором тайме? Как можно играть настолько бездарно? Ведь в первом тайме все было нормально, русские вообще ничего не показывали, а дальше нас просто уничтожили. Будто любители играли против Баварии». Ну, право сказать, странный комментарий, все-таки в первом тайме сборная России забила Кипру, поэтому странно говорить, что наша сборная ничего не показала. Да, дальше наши парни как-то расслабились, возможно, экономили силы, но так или иначе, второй таймер оставил все точки над «и». Дэфис Марнерос написал «Увы, стоит признать, что это наш уровень. Как только русские включили скорости, они нас просто уничтожили. Очевидно, что в первом тайме они просто экономили силы на Хорватию. Если бы не это, нас бы разгромили еще до перерыва». Ну, у меня тоже, кстати, было это ощущение, я даже это отметил в своем обзоре матча, который, кстати, вышел полчаса назад, так что можете его посмотреть чуть ниже. На канале есть эта видеозапись. Так вот, мне тоже показалось, что наши как-то начали экономить силы. И Карпин явно был этим недоволен, он кричал от бровки, чтобы активнее наши действовали, но в результате ничего поменять не удалось до перерыва. А, видимо, во время перерыва Карпин уже сказал пару ласковых нашим футболистам, и те более-менее завелись и показали себя. Евангелиос Силакес написал «Как же обидно! Если бы Сотерио забил в конце первого тайма, все сложилось бы по-другому. Мы бы продолжили уверенно обороняться и отстояли бы 1-1». Ну, очевидно, речь идет о том моменте, когда в конце первого тайма Сотерио бил головой с углового и в результате здесь Сафонов потащил этот удар, спас команду. Ну, возможно, если бы здесь Кипр забил, была бы совсем другая игра во втором тайме. Но история не терпит сослагательного наклонения. Николь Кристомоу написал «Согласен. Во втором тайме мы начали открываться и пошли сравнивать счет. Русские воспользовались тем пространством, которое мы открыли в обороне». Но это в ответ на предыдущий комментарий. Дескать, если бы мы сравняли счет в конце первого тайма, вся игра пошла бы по-другому. Возможно, но, повторяю, история сослагательного наклонения не терпит. Милиция Цедлу написала «Из четырех матчей с Россией за последние три года, этот самый ужасный. Когда мы проиграли 0-5 в 2019-м, нам просто не повезло. Удаление Лайфиса в первом тайме стало роковым моментом. И дальше русским не составило особого труда нас разгромить. А тут мы всю игру провели в полном составе и получили шесть мячей». Ну, кстати, действительно, если сравнивать этот матч с 2019-м годом, когда мы выиграли 5-0, там нам повезло, что Лайфис удалился в самом дебюте встречи. А здесь мы просто здорово сыграли сами по себе во втором тайме. Тассас Эльфиноглу написал «Во втором тайме против нас вышла не сборная России, а сборная Италии или Испании. Такому сопернику и проиграть не стыдно. Соперник был намного сильнее». На что Майрос Пафусюсис написал «Так потому и обидно, что когда русские играли плохо, мы упустили два шикарных момента, чтобы забить. Мы могли выиграть первый тайм 2-1, а если бы мы ввели в счете, то и русские бы так и не разыгрались во втором тайме». Ну, наверное, здесь имеется в виду тот самый удар с Сатерио после углового. Ну и плюс, наверное, эпизод, когда один из наших защитников уже в последний момент выбил мяч у Кипариота, когда они могли выходить на рендеву с Сафоновым. Тоже в первом тайме был такой напряженный момент. Ну и Леонас Басилерос написал «Какой кошмар! Как можно так здорово отыграть один тайм и так опозориться во втором? Что случилось с командой? Такое ощущение, будто русские миллиардеры занесли нашим игрокам денег в перерыве». Ну что ж, интересная гипотеза, но, как мне кажется, просто Кипр сам по себе развалился во втором тайме. Ну а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и Ютуб-канал и следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока.